Господи, у меня дверь открыта с утра до вечера. Заходите, убивайте. Я вам спасибо скажу. И все. Эвтаназия нужна мне. Все. Самое главное. Ой, я устала. С таким пессимистичным настроением Людмила Алексеевна встретила нас. Говорит, устала жить с невыносимой болью. В октябре пенсионерка упала в обморок и сломала шейку бедра. Оформить инвалидность не получается. Бюрократия со справками и ходьба по кабинетам для нее сейчас непреодолимые препятствия. А физические страдания уже привели к психологическим, рассказывает женщина. Я этот мир просто давно не понимала. И когда оказалась в такой ситуации, я думала, боже мой, как же так? Я не могу двигаться, ничего, мне кричат по телефону. Вам не нужна сиделка? Не нужна вам сиделка. Они лучше знают. Детей и внуков у Людмилы Алексеевны нет. Родственники захаживают нечасто. А соседей обременять не хочется, говорит пенсионерка. Сиделку соцзащита предоставила. Но каждый ее визит бабушка ждет как праздник. Ведь он такой же редкий и мимолетный. Дежурный работник приходит строго по графику. Лишь на час и два раза в неделю. На большее время выделить человека, как выяснилось, ведомство просто не вправе. Мечта Людмилы Алексеевны – место в хорошем пансионате. Но проживание в частном – уровень золотых стариков, говорит пенсионерка. Она государственная, она смотрит с опаской. Там часто не хватает мест, да и условия, по словам бабушки, непредсказуемы. Я давно помню, что дом престарелых, он ассоциируется как-то с чем-то негативным. Но на самом деле здесь у нас средняя продолжительность жизни у проживающих 85+. Здесь у нас достаточно персонала, чтобы было чисто. И достаточно персонала, чтобы все получили необходимый год. В Барнаульском дом-интернате 300 мест. 217 сейчас заняты. Но после нашего вмешательства в соцзащите заверили. Людмилу Алексеевну в пансионате готовы принять. Каждую неделю у нас в Министерстве социальной защиты Алтайского края купят комиссии по зачислению граждан дома-интерната. Сейчас комплексный центр по городу Барново сделает справку врачебной комиссии. И на этой неделе, я думаю, что будет путевка. В госинтернатах от пенсии постояльца по закону забирают на содержание человека 75%. На руках оставляют лишь 25%. Справедливо ли это – отчасти вопрос риторический. Каждый судит по совести и кошельку. Что же касается нашей бабушки, она в итоге подписала документы на путевку в пансионат. И Новый год уже будет встречать не в одиночестве. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.